Альфа-банка Всем привет! Вышла специально, чтобы снять рассвет. Смотрите, как красиво! Вау! Красотей! Всё-таки какие красивые же картины у создателя этого мира! Вы только посмотрите! И этот пейзаж, он уникален, то есть он неповторим. Сию секунду мы с вами любуемся, а через минуту уже будет всё совершенно по-другому. Вы знаете, в японских школах есть такой предмет, как созерцание природы. Школьники учатся на нём созерцать природу в качестве психотерапевтического метода. Потому что созерцая природу, наша нервная система настраивается на естественные природные биоритмы. А нервная система, в свою очередь, передаёт вот эти естественные природные биоритмы гормональной системе нашей. А гормональная система, в свою очередь, передаёт эти ритмы нашим внутренним органам. Благодаря чему они начинают работать слаженно. И, соответственно, человек начинает выздоравливать, становится более бодрым, счастливым. Так что все люди, которые восхищаются вместе со мной природой, красотой этого мира, они, можно сказать, выздоравливают. И вы знаете, мой видеоблог не столько о том, сколько я сделала по дому или на участке, что я там сделала и как. А, скорее всего, он об атмосфере домашнего уюта, о каком-то хорошем настроении, о любовании природой, о жизни на земле, на своей, в своём доме. Мои видео создают настроение людям, понимаете? Безусловно, я, конечно, показываю, что я сделала по дому, что я сделала на участке. И то я, скорее всего, это показываю так мимоходом. Это не составляет основную часть моего видеоблога. И из-за этого многие злятся, что-то там пишут в комментариях, что, Наташа, ты совсем ничего не делаешь, лентяйка такая-растакая. Но, дорогие мои, я устаю очень сильно, я делаю немало и устаю очень сильно. Поверьте мне, для одних женских рук это даже слишком много. И делаю я то, что могу делать и как могу делать. И за это меня никак нельзя осуждать. Какой сегодня денёк хороший. Я, как всегда, вышла в обед. Вот здесь раскатана у нас дорога. Вчера был большой снегопад. По-моему, он дня два шёл. Вот. И вот так замело всё. Вышла в обед на улицу выкинуть мусор и купить в магазине что-нибудь покушать. Вот. Прогуляюсь сейчас по деревне. Обожаю вот такие солнечные дни. Так красиво, так душевно идёшь по улице и радуешься солнечному дню, зиме. Красота. Сейчас хочу подойти к церкви поближе, снять её снаружи. Значит, тут я как-то ходила в магазин. Заметила объявление на магазине, что, оказывается, у нас по субботам проходит в этой церкви молебны. И вот сейчас хочу посмотреть, может быть, на самой церкви что-то написано. Она сейчас находится на реставрации. Вот. И, возможно, на ней что-то написано. Сейчас посмотрим. Честно говоря, я думала, что она не действует, но она, оказывается, действует. Поэтому я слышала и колокольный звон, и видела объявление на магазине, что идут службы в ней. Сейчас попробую пройтись. Немножко поснимаю вам её снаружи. Не знаю, что там внутри. Я пока ещё не была. Сейчас здесь, наверное, закрыто. Сейчас аккуратно спущусь. С этой стороны она очень тёмная, так как здесь солнышка нет. Практически ничего не видно. Ну вот сейчас вот начинает появляться что-то. Ой, смотрите, какие ководные резные ворота. Очень красивые. Ну, в общем, вот видите, строительные леса, колокольня. То есть её обустраивают сейчас, я так понимаю. Реставрируют, выстраивают. А вон там с той стороны находится вход. Сейчас я попробую туда пройти. Здесь, смотрите, ну, ни следов, ничего нет. Может быть, за ночь просто замело. Поэтому не видно никаких следов. И вот здесь вот вход. Вот так он выглядит. Здесь, кажется, то ли камера есть, то ли ещё что-то. Вот над дверью. Ну, смотрите, какая интересная архитектура у неё, красивая. Вот. Вот это колокольня, башня-колокольня и вход здесь. Сейчас ещё посмотрю, с какой стороны. С этой. Ну, с этой строительные леса просто. Тоже. И вот какая башня. Вон там купол второй. Здесь вот на башне первый купол. Сейчас её пофотографирую немножко. На фото запечатлю. Ну, вообще, очень красивая церковь. Конечно, хотелось бы внутри побывать. Но здесь это редко происходит, похоже. Ну, в общем, вот так вот она выглядит. Такая внушительная достаточно. Красивый красный кирпич. Что-то здесь ремонтируют. И изредка здесь бывают службы. Судя по всему. Ну, вот с этой стороны тоже очень атмосферный кадр. Смотрите, какой. Даже не знаю, в честь кого, как она называется. Может быть, попозже узнаю. И вам тоже расскажу и покажу всё. Ну, а пока вот так вот. Иду домой скорее. Купила продуктов. Сейчас буду обедать. Ну, такой солнечный денёк. Прямо ходить даже не хочется с улицы. Сижу целыми днями, как с урок. За рабочим... За ноутбуком. За рабочим столом. Ну, хорошо хоть... Хорошо хоть и есть возможность выйти в обед. В солнечный день. Подышать воздухом немного. Надо дойти до магазина. Вот. Пока так. Пока так. А вот здесь я хочу показать. Здесь находится Стелла. Памятник погибшим Великой Отечественной. Здесь посажены вот такие красивые ели. Заборчик стоит красивый. Сама Стелла. Сейчас попробую к ней подойти. Вот. Видите, какая красивая. Забор, знаете, настолько мне знакомый. В детстве у бабушки в станице. Тоже были Стеллы такие. В памяти Великой Отечественной. И вот с такими заборами. Точь в точь. Знаете, стою и смотрю, как будто вернулась в детство. Вообще, красивое такое местечко здесь. Еле. Смотрите, какие внушительные я здесь уже. Им, наверное, много десятков лет уже. Здесь вот лестница. Вообще, знаете, я сейчас просто гуляю. Ну, то, что мне по пути встречается, снимаю. Но думаю, что как-нибудь у меня будет свободный денек. Я пройдусь вообще по всей деревне. Есть в деревне такие улицы, на которых я даже еще не ходила. Несмотря на то, что у меня есть велосипед. Это я как бы по кругу уже успела прокатиться. Но деревню всего полностью я не изучила, не посмотрела. Мне бы хотелось просто посмотреть, что здесь, как, какие дома находятся, где поснимать. И, может быть, даже фотографии какие-нибудь красивые сделать, атмосферные. Я очень люблю фотки делать. Размещаю их в сторис. Ну, в телеграм-канале у себя. Ну, иногда пощупаю в телеграм-канал эти фотографии. Тоже очень красивые. Некоторые из них прям у меня постоянно на рабочем столе. Ну, на рабочем столе, говорю. Ну, в общем, на заставке телефона иногда некоторые фотографии, которые делаю, я у себя оставляю. Вот. А вот здесь местная собачка бегает. Она такая худая. Она родила щенят недавно. И просела у меня есть, когда я шла мусор выкидывать. У меня, к сожалению, ничего не было для неё. Пёсель. Вот она на цепи ей сидит. Теперь её щенка посадили на цепь. Отпустили. Бегает она по улице самостоятельно. Пёсели. Ну-ну-ну, чё вы так ругаетесь-то? Ну-ну-ну. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. О, божечки. Там ещё одна. Сколько собачат здесь. Арчи, Арчи, ты чё ругаешься-то? О, боже, так забывает просто. Ой, я не могу. Вот здесь домик красивый тоже. Ну да, как-нибудь я прогуляюсь и покажу вам деревню полностью. Да, что там деревня? Я ж вам ещё не все строения на своём участке показала. Ну, короче, есть что поснимать и показать. У мелких появилось новое развлечение. Залезли на полейницу. Вот, смотрите, какой высоты она. И теперь как тараканы по ней лазят. Единственное, что я боюсь за них, чтобы они не, это, в какую-нибудь дырку не залезли бы. Ну, надеюсь, они уже достаточно крупные для этого. Значит, белка, она залезла сама. Как-то она залазит сюда сама, я не знаю, вот под такой вот полейница. Эй, Буся. Буся всё время пытается прорваться в ту комнату и тащит с собой котят. Буся, нельзя сюда. Уйти, уйти. Они туда за ней ходят. Бусь. Они туда за ней ходят и в комнате в той начинают какать. Поскольку не знают, где там лоток и не могут выбраться. И как вот, а лотки находятся в этой комнате. Я поставила их все вот сюда. Здесь у них как теточка, вот игровой комплекс. Они здесь играют. Ну, а лотки, они все вот сюда ходят. Они уже привыкли. Но если они оказываются в каком-то другом помещении, вот, например, и лезут в ту комнату, либо выходят на кухню, то периодически забываются, что нужно... О! Вот, представляете, как спрыгнула сама. Представляете, какая самостоятельная дама уже. Она самая крупная среди всех котят. Посмотрите, какая она крупная. Белочка! Кс-кс-кс! Белка! Кс-кс-кс! Белка! Ты самая крупная! Она уже прям как маленькая взрослая кошка. Самостоятельная. Всегда ходит в лоточек. Никогда под ним не ходит. А у этих шалопайчиков проблемы с лотком. Они в него уходят только пока находятся в этой комнате. Как только они оказываются в другом помещении, то тут же забывают, где лоток, и начинают гадить, где попало. Ну, в общем, надо им еще привыкать пока. Вот это я их сюда посадила, потому что они к Белке рвались поиграть. Сами они пока не могут залезть сюда. Смотрю за ними. Ну, в общем, пусть играют тут. Белочка, покажись нам. Покажись, какая ты красоточка. Вот она какая. Красотка. Белка, не надо так высоко прыгать. Ну! Вот представляете, она такая маленькая, а уже такая взрослая, самостоятельная дама, как настоящая кошка. Может запрыгнуть куда хочет. В отличие вот от этих, они еще глуповатые какие-то. И они, кстати, по размеру гораздо меньше ее. Хотя Белка, она вот родилась второй. Вот эти котят. Один из них первенец, вот этот вот малыш. А второй последним родился. Вот этот малыш родился последним, который играется сейчас с корой. А вот этот самый первый, он самый маленький. Почему? Потому что он очень тяжело рождался. Буся разгрызла этот пузырь, в котором он рождался. И он никак не мог выбраться наружу. У него торчал только хвостик. Я думала, что уже все, он погибнет, поскольку плодовый пузырь тоже уже лопнул. Но нет, родился. И такой достаточно здоровенький. Буся его чуть не съела. Я его отняла у нее. Но он теперь по размерам самый маленький и самый хиленький. Почему-то. Я думаю, откормится еще, подрастет. И он самый слабый, скажем так, среди всех. Он даже бусю сосал не так много, как остальные. Но все равно. Видите, какой живенький такой. Ничего так здоровенький. Ну все, заигрались, ребята. Заигрались. А еще я купила гирлянды разные. Такие на солнечных батареях. Вот одну из них уже поставила вот сюда на холодильник. Она в виде дерева. Смотрите, как красиво смотрится. Веточки у нее из проволоки гнутся. Значит, заряжается она от солнечной батареи. И вот так вот. Можно на улицу ставить. Но я пока оставила в доме. И вот такая вот гирлянда. Я буду ей украшать либо деревья, либо, может быть, елку искусственную поставлю на улицу. Может быть, на дерево. Может быть, на дом повешу. Но не знаю. Посмотрим. Пока они у меня здесь стоят в виде такого ночника, скажем так. Вот я на кухне нахожусь. Здесь очень темно. В общем, я хотела это деревце поставить на улицу куда-нибудь. Но вижу, что мне гораздо комфортнее с ним на кухне. Оно такое в виде ночника получается. Так вот. Очень уютно с этим деревцем. Не нужно включать основную лампу, чтобы... Ну, как-то некомфортно. Знаете, когда ночью, например, выходишь в туалет, включаешь свет, он себе режет глаза. А вот это в виде ночника очень даже комфортная такая штука. А вот это вот ниточка, роса. Тут, по-моему, 25 метров. Ее можно куда угодно. Хоть на дерево, хоть на дом. Тоже попробую. Она тоже от солнечных батарей. В общем, попробую. Посмотрим, что получится. Но деревце я точно в доме оставлю. Оно мне очень понравилось в виде ночника. Ещё я купила на солнечных батареях два вот таких светящихся шара и поставила их на калитку. И теперь они освещают, можно сказать, мой забор. Купила я, значит, топор на Валберес. Он такой вот литой. Смотрите, у него рукоятка вместе с головой цельная. Здесь такая силиконовая насадочка. Вот сейчас попробую снять. Вот. То есть, очень удобный. 600 грамм всего весит для женской руки. Вообще прекрасно. Лёгкий в руке. Острый. Хороший топор. Производство Германии. У меня, кстати, есть подписчики из Германии. Привет. Вот. Привет передаю Германии. Великолепные топоры делает Германия. Вот сейчас попробую наколоть щепочек на растопку. Легендарная кредитная карта Альфа-банка, бесплатная навсегда, стала ещё выгоднее. Получайте супер-кэшбэк каждый месяц и бесплатно снимайте наличные в любых банкоматах по всей стране. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. Закидала снегом дрова. Не успела их в ваню завести. Закидала снегом дрова. Закидала снегом дрова. Закидала снегом дрова. Закидала снегом дрова. Ну, вот таких вот щепочек на растопку им можно настругать. Можно сказать. Это я на тот случай взяла топор, чтобы вот когда береста закончится, потому что на свежих дровах у меня береста не отколупывается вручную, ее можно будет стесывать топором. У меня уже заканчиваются августовские дрова, у которых очень хорошо отходит береста с дров. Вот они лежат. И на дворе у меня там в доме тоже заканчиваются они. А у новых дров, у них короче такая ситуация, что они совсем свежие и кора у них не отходит. Поэтому топор мне пригодится для заготовления щепок на растопку. Так что вот, но топор классный. Он легкий в руке, 600 грамм всего, цельнокованный, видите. И Германия, да, мне очень понравился. Сейчас будем затапливать печь. Почистила я, значит, вот здесь перед домом участок. На тот случай, если зимой у меня закончатся дрова, то у машины будет возможность подъехать прямо к моим воротам. Вот. Здесь я вот так почистила все хорошенечко. И теперь буду очищать от сугробов вот эту вот дорожку. Вот. И здесь тоже почистила, чтобы ворота можно было открывать. Они у меня открываются и в ту сторону, и в эту, кстати. Кто-то там в комментариях писал, что я не вылезу, если меня завалит снегом. Так нет. Здесь есть возможность открыть как внутрь ворота, так и наружу. То есть они многофункциональные. Сходила сейчас в магазин и решила пройтись по другой улице нашей деревни, по которой я еще не ходила, не смотрела, что вообще здесь находится. Прямо неинтересно стало. Вот. Сейчас пройдусь. Вообще, если честно, я только по центральным улицам ходила по своей деревне, которые ведут к магазину, к трассе. Вот. Так вот не исследовала, еще просто не гуляла. Вот решила сейчас прогуляться, посмотреть, что здесь вообще. Мне стало интересно. Сейчас прогуляюсь. Тем более, что вот эта улица, она как бы огибает основную, центральную, получается, и ведет к церкви, я так поняла. Сейчас изучим, что здесь. Здесь вот я вижу, дороги уже практически нечищенные. Здесь уже даже, ну, нет асфальта, я так понимаю. Просто прокатаны. Пахнет лимком, приятно. Кто-то топит печь, похоже. Значит, здесь постоянные жители есть. Ой, там какой интересный домик, он розовый. И он там, голубой еще один. Березки тут растут. Здесь я не вижу даже, чтобы кто-то ходил. Снег не утоптан. Значит, это летние дома. Вот здесь, я смотрю, банька стоит. Смотрите, возле каждого двора есть елка. А вот этот с резными наличниками. Красивый. Баня. Интересно. Вот. Welcome написано на бане. Ну, пойдем еще посмотрим, что здесь. Я смотрю, вообще калиткам нету, не протоптанная дорожка. То ли не успели еще почистить, то ли здесь просто дачники живут. Дома так красиво разукрашены. И почти возле каждого елка растет. Интересно. Вот этот бирюзовый, очень красивый дом. Вот. Блин, на видео как будто бы он голубой, а в живой он ярко-бирюзовый. Как-то странно, камера передает цветы. Нужно будет цветокоррекцию сделать. Ну, здесь я смотрю, кто-то ходил. Здесь он более-менее такой крепкий. На мишка. Просто укатаны машины. Без асфальта. Вот еще один. Ну, здесь сразу видно, что люди живут. Утоптано все. Вообще, знаете, когда я жила в городе, я очень любила по выходным выехать. Вот это дача, похоже. Очень любила выехать на природу. И погулять даже зимой в область куда-нибудь. На электричке там можно было. Вот я очень любила гулять по деревушкам таким. Исследовать домики. Смотреть, как где что построено. Как что выглядит. Какой быт у людей. Интересно посмотреть. Вот здесь я вижу, смотрите, как заросли. Заросший крепейником дом. Похоже, здесь никого уже нету давно. Уже прям вообще заросший, заросший такой. Вот. Электричество есть, смотрите. Может быть, кто-то летом приезжает. Все время хожу по центральной улице и смотрю, здесь какие-то домишки стоят. Это было все время любопытно. Что здесь? Ну вот. Здесь я вижу только собачьи следы. Вот здесь уже не укатано ничего. Ну, благо, не так сильно замело. О боже, какие огромные здесь вековые деревья. Вот так, посмотрите. Обалдеть, прям впечатляет. Ух ты. Посмотрите на эти деревья. На видео, может, непонятно, но... О боже, их размер просто поражает. Ооо, какие огромные. Обалдеть. Ооо, какие огромные. Сколько им веков, интересно. Два. Вот здесь вот треть стоит, вот поменьше. Вот эти просто. Это как 10 меня, наверное, в одном дереве, в одном стволе. Вот так вот. Что ж, идем дальше. Вот здесь, я смотрю, уже дорожка так хорошо прочищена. Вот здесь есть. Вот. Идет она к домику, который, похоже, тоже летний. Какой-то кто-то здесь летом, наверное, живет. Вот, я любила выйти. Любила выехать в выходные где-нибудь. На целый день погулять в области. Любила исследовать деревеньки. Слушайте, вон там еще одна улица есть. А вот как на нее попасть? Интересно. Вот, смотрите, дома стоят. Оказывается, у нас деревня-то большая. Сейчас попробую туда пройти. Короче, сегодня мини-ПВДшка. Мини-поход выходного дня, можно сказать. Исследуем окрестности зимой. Окрестности моей деревни. Ну вот, смотрите, идет дорога туда. Вот эта дорога ведет к церкви. И там можно выйти и пройти по улице к моему дому. Но я хочу сейчас пройти сюда. Посмотреть, что здесь. Летом у меня не было возможности и времени посмотреть все здесь. Я как этот, фигура тут, фигура там. Все дела, дела. Особенно, когда переезд был. Два месяца я вещи перетаскивала, перевозила потихоньку. По выходным ездила в город, возила вещи. Ну, в общем, ух ты, какая большая улица-то здесь. Слушайте, это как будто бы отдельная деревня. Так интересно. Я, получается, живу на самой цивильной улице. Там кто-то пилит дрова, слышно, бензопилу вдалеке. Слушайте, а здесь такие красивые деревья старые уже. Высокие, такие зрелистые. Вот, смотрите, какие деревья. Как в сказке. Жалко, что здесь мало елок. Вот на той улице было много елей высажено. Здесь я вижу тоже кто-то ходит. Дорога, вот видите, следы есть. Значит, тут кто-то живет зимой. Вон там. Интересно. Сейчас посмотрим. Слушайте, ну вот здесь прям вообще деревня-деревня. Вот здесь, похоже, мостик, да. И протекает речка наша маленькая. Ой, как я люблю... Как будто я попала в какую-то незнакомую деревню. Вот здесь елка растет. Смотрите, какая большая. И там зеленый дом впереди. Очень красиво выглядит. Слушай, тут целая полноценная улица. Похоже, здесь зимой никто не живет. Я уже здесь вижу только собачьи следы. Дома вообще крыши даже нету. Крыша провалилась. А здесь старая техника стоит. Трактор старенький-старенький жигуленок прожаевший. Дом обшитый чем-то интересным. ДСП, что ли? Слушайте, так прикольно. Я как будто попал в какую-то другую деревню. Вот тоже у него наличники резные. Красиво. Вот этот домик такой маленький. Крохотный прям вообще. Ну, на видео, может, непонятно, но... Он очень маленький. Как игрушечный прям. Там более обжитой уже. Ну, люди, похоже, летом сюда приезжают. Вот здесь уже покрашено. Покрашено, как красиво. Елка возле двора растет. Здесь тоже электричество есть. Вот проведено. Вот такой домик красивый. Елочка прям возле дома. Можно наряжать. Участок, кстати, хороший. Там баня дальше стоит. Да, скорее всего, люди живут здесь летом. Не зимой. Потому что здесь уже никто не ходит, я вижу. Конечно, жалко вот эти вот домешки заброшенные. Если вот приложить к ним руку и сердце, как говорится, то чудесность получится уютное строение. Но, увы, людям не до этого сейчас. Вот такие вот вам зимние пейзажи. И немного я прогулялась по своей деревне, посмотрела, что тут в округе, хотя бы зимой. Летом, я думаю, здесь дачники просто живут. Что интересно, почти возле каждого дома растет ель. Где-то вот вековая, как здесь. Где-то у кого-то маленькая. И у себя, у меня на участке там три или четыре голубых ели растут тоже. Как интересно, люди здесь высаживали елки все-таки возле каждого дома. Вон там вот вообще такая пушистая елка стоит. Как будто ее с базара, с елочного принесли. Сейчас поближе подойду. Покажу, какая елка прикольная. Здесь так все замело вообще. Смотрите, какая красивая. Ой, какие лапки у нее. Это же ваель, представляете? Вот такие продают в городе. Вырубают и продают. О, какая красавица. Та-яй, смотрите. Ее к Новому году нарядить, это вообще песня будет. В лесу родилась елочка. В лесу она росла. Вот такой маленький домик. Здесь, наверное, летом живут. Люди. Сейчас тоже на фотографии. Сфотографирую его. Очень красиво. Ну, в общем, пойду домой. Очень понравилась мне эта елочка красивая. Возможно, даже на Новый год я ее навещу здесь. А у меня на участке стоят огромные ели. Такие, знаете, просто огроменные. Уже вековые, можно сказать. Здесь вот течет речушка. Вот, я не рассказала до конца. Я напарила зубами вчера. И сегодня чувствую прям какую-то слабость, что ли, я не знаю. Знаете, когда вот только-только начинаешь заболевать, и в теле чувствуются слабости. У меня сейчас такая тоже. Сейчас домой приду, какого-нибудь лимончика съем, чесночка, может быть, с чем-нибудь покушаю. Надо будет пообедать сейчас. И у меня вечером запланировано буду растапливать русскую печь и печь печеньки с тыквенным жмыхом. Впервые попробую этот рецепт. Там что-то вы мне в комментариях понаписали. Там разные рецепты. Я один, а может быть, и несколько замиксую этих рецептов и попробую, что за печенье у меня получится. Вот церковь впереди. Сейчас я выйду на свою улицу и дойду до дома. Прям чувствую себя как-то слабенько. Видимо, потому что я не высыпаюсь сейчас. Еще вчера баня, после бани распаренной, пока до дома шла, немножко как-то меня, может быть, продуло. Я чувствую, что мой иммунитет говорит пока. Сейчас вот прям слабость. В теле еду. Очень чувствуется. Скорее дойти до дома и приготовить себя покушать надо. Ну вот я вам здесь вставлю видео. В другой день я ходила вокруг церкви, снимала ее здесь. Красивая очень была церковь. Ну, когда солнышко, голубое небо, конечно же, кадры получаются намного красивее, чем когда пасмурно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова